здравствуйте сегодня я хочу поговорить о нововведении в судах общей юрисдикции то есть электронном правосудии которая с 1 января 17 года стала доступна для граждан но на самом деле отдельно стоит сказать о авторизации в этой системе дело в том что суды что общая юрисдикция что арбитражная сейчас про переходит на систему авторизации через сайт госуслуги назовем это так поэтому если у вас есть учетная запись но вам очень сильно повезло если у вас нет такой учетной записи то очень то стоит и обзавестись и так но на сайтах общей юрисдикции с недавнего времени появилась но такая вот голубая кнопка которая в общем то ведет в ту самую систему нажимаем и вот значит у нас уже появляется первое окно которую но в общем то без авторизации нам особо ничего много не дает начинаем авторизовываться тут вот видимо придется каждый раз нажимать что мы ознакомились с пользовательским соглашением и вот эта вот система есть я да то есть единая система идентификации и аутентификации это как раз то что в общем позволяет идентифицировать лицо обращающийся в суд в электронном виде поэтому вот выглядит на практике это вот так вот то есть мы переадресовываемся в в общем то сайт госуслуг и через госуслуги заходим дальше происходит авторизация на сайте но который можно увидеть в правом верхнем углу на то есть вот данный момент я авторизован в настоящий момент но функционал не очень широкий да то есть фактически есть обращение в суд дела и справочная информация обращение в суд это в общем то хронология наших обращений да вот здесь я тестировал как черновик зарегистрировал но вот предыдущее мое обращение да но подано но будем ждать видимо окончания новогодних праздников когда суды смогут этим заняться вот что касается дел да то здесь фактически речь идет о тех делах которым вам предоставлен доступ то есть фактически суд общей юрисдикции предоставляет доступ только по требованию да это связано с тем что если в арбитражных судах в принципе только коммерсанты сражаются и чаще всего за деньги то это не представляет какой-либо там ценности но в плане там скрытости ну за исключением может коммерческой тайны а вот в судах общей юрисдикции могут решаться вопрос усыновления ну там расторжение брака вопросы медицинского характера и так далее что в свою очередь может составлять там тайну усыновления не знаю там материальную тайну тайну медицинскую и так далее поэтому на самом деле вот обращение в суд да с каким-то имеющимся делом уже должно начинаться с подачи заявления о предоставлении доступа к делу то есть если в суде общей юрисдикции дело заведено мы особенно да если это упрощенный порядок который сейчас в моде по делам до 100000 соответственно мы подаем заявление в электронном виде в системе отображается кто мы и что мы и какое мы отношение к имеем да если вы представители видимо придется прикладывать доверенность к такому заявлению о предоставлении доступа ну и далее уже мы получаем доступ к делу и в общем совершаем какие-то операции досылаем туда документы возможно даже знакомимся с какими-то документами надеюсь процессуально хотя бы документа будут доступна в полном объеме но вот административное исковое заявление здесь выглядело в отдельный раздел но это связано с особенностями до подачи у нас таких заявлений остальные заявления просто заявление по иным производством то есть все что не административно фактически попадает в эту функцию предоставление доступа но я уже сказал обращение в арбитражный суд это ссылка просто на more arbiter также есть ну вот я показывал уже это история обращений да то есть здесь видно что когда и как было подано и куда но также можно здесь в истории рассмотрения получить более подробную информацию да вот в данном случае там сегодня я подал заявление о предоставлении доступа к делу дела также да то есть имеем доступ видим дела поддержка но что касается поддержки тут совершенно на мой взгляд неудачное решение справочная информация как пользоваться системы и получить консультацию но на самом деле не мешало бы сюда добавить именно порядок которым стоит руководствоваться при работе с системой да то есть форматы файлов какие-то вопросы размеров файлов вопросы там цветности файлов и так далее в каких случаях как подавать наименование файлов хорошо вот это вот иметь точно так же как моем арбитре под рукой вот но на данный момент вот это вот газ правосудие у нас имеет ну скажем так функции которые будут пользоваться популярностью административное исковое заявление заявление по иным производством предоставление доступа к делу это три функции до история обращения но наверное полезно это четвертая функция и дела к которым вы получили доступ но это пятая функция то есть фактически пять функций которые может использовать юрист по сравнению с тем что было в шестнадцатом году это на пять больше но по сравнению с тем что есть системе мой арбитр это намного меньше тут конечно есть у моего арбитра большой плюс то что его используют тоже там в течение нескольких лет и разумеется высший арбитражный суд приложил достаточно большие усилия к тому чтобы развить эту систему в том числе собирались замечания да по скажем так изменению системы и повышение удобства и пользования надеюсь что общая юрисдикция будет проводить нечто подобное потому что вот я лично участвовал в таких вещах прямо в электронном виде направлял свои соображения по поводу конкретного функционала и да потом публиковались протоколы которые но фактически говорили что именно моим вопросом занимались люди его обсуждали но она была удовлетворена конечно и в дальнейшем этот функционал появился в системе думаю что вот нечто подобное стоит организовать и судам общей юрисдикции но с учетом того что я заметил да то что не очень на самом деле удобные формы и варианты их заполнения поэтому ну наверное стоит все таки об этом позаботиться но что касается самой системы но посмотрим насколько она рабочая потому что я лично люблю всякие электронные вещи вот потому что но фактически не выходя из помещения может подать документы в суд по моему это здорово и значит вот по поводу авторизации в этой системе да понятно что нужно иметь на госуслугах какой-то аккаунт там они разной степени три степени есть подтвержденности этого аккаунта но конечно лучше иметь самую высокую и арбитражный суд 19 числа 19 января будет проводить как раз вебинар по поводу того что они тоже меняют систему авторизации в моем арбитре то есть то же самое мы приходим к использованию госуслуг и в общем то с помощью этой учетной запись я так понимаю будет осуществляться все наше правосудие в дальнейшем да кстати у нас есть на форуме замечательный раздел по поводу того как мы подаем документы в мой арбитр с ним можно ознакомиться поскольку это пригодится и для подачи в суды общей юрисдикции дело в том что подходы но практически копируют друг друга что по форматам файлов что по названием файлов а подходу практически одинаковые тем более что мы там описываем некую такую хитрость которая позволяет подавать документы даже не распечатывая на бумаге да то есть не нужно распечатывать документы вынимать их из принтера сканировать и только после этого подавать можно просто взять изготовить документы и подать его в электронном виде да конечно лучше распечатать в делах все равно эту бумажку чтобы в процессе у тебя не было проблем но судами общей юрисдикции я думаю что все равно придется поначалу то уж точно носить несколько экземпляров такого документа чтобы еще на вопрос суда странам вы принесли в общем сторона тоже получали такие документы на этом все ссылка будет по подачи документов на форум в описании к данному видео ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо